С вами Алена Самсонова, практикующий психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о маме. Какая же может быть мама и какие взаимоотношения с ней могут быть, а могут и не быть. Слишком тревожная мама, которая заботилась о вас все детство, и вы привыкли с ней быть в таком неком симбиозе, который не приводит вас ни к чему хорошему, и сейчас только мешает вам существовать и действовать так, как вы должны действовать. Слишком сложные взаимоотношения с мамой делают вас уязвимым. Когда мама доминантна, и вы полностью зависите от ее контроля, от ее внимания, от всего того, что она привносит в вашу реальность, то также эта концепция когда-то рушится и наступает иное состояние, когда вы просто истощаетесь и не понимаете, как вам действовать, как вам проходить этот путь и что вам можно делать. Нужно знать несколько моментов. Когда ваши взаимоотношения с мамой полностью распознаны, вы понимаете, на каком уровне ответственности вы общаетесь. Вы понимаете, что вас действительно связывает, какие сейчас обязательства, обязанности. И вы учитесь постепенно реагировать по-другому на все то состояние, в котором так или иначе вы находитесь, либо вы учитесь переключать свое внимание. Вы понимаете, постоянно отвлекаясь, все та же картинка с мамой, незавершенные моменты, недомолвки, недоответы, недо-недо-недо накапливаются. И так или иначе ваши взаимоотношения то ли с мужем, то ли с детьми портятся почему-то. Почему они портятся? Не потому, что вы действительно хотите с ними ругаться. Вы что-то хотите доказать своей маме. Что вы хотите доказать своей маме? Первое. Нужно понимать, что вы взрослая, либо взрослый сын, дочь, и вы можете полностью зависеть от себя. Либо другой момент. Вы показываете свою беспомощность и просите постоянно о поддержке, о помощи, доверяете важные дела. И тем самым ваша связь укрепляется. Когда ваша связь укрепляется, вы понимаете, что так или иначе нужно что-то с этим делать, и напряжение возрастает. Когда напряжение доходит до пика, вы начинаете расставлять приоритеты, как бы вам по-иному взаимодействовать с матерью, и что вы хотите строить в новом посыле. Что будет вашим новым посылом? Какая информация? Важно понимать, я взрослый, либо я нуждаюсь в тебе, либо оставь меня в покое, либо какая еще информация. Каждое ваше взаимодействие, так или иначе, будет оказывать существенную, существенную роль на ваше состояние и ваше взаимоотношение с как раз таки другими людьми. Поэтому будьте очень внимательны со всеми теми состояниями, которые вы переносите от взаимоотношений с собственной матерью. Мама может быть любой, директивной, авторитарной, либеральной, она может быть такой, какая она есть. Но ваше восприятие, оно каждый раз диктует свои условия, оценивает ее. И так или иначе, когда вы видите эту картинку, ваш мозг постоянно реагирует на нее привычным образом. Поэтому как только вы научитесь справляться с собственным состоянием без участия главного источника, у которого вы брали либо подкрепление, либо также брали подкрепление в своей беспомощности, либо срывали гнев, обиду и вину на этом человеке, и как только эта картинка станет просто мамой, и вы сможете наблюдать за ней, вас немного отпустит. С вами была Алена Самсонова, практикующий психотерапевт. И задайте себе вопрос. А какая у меня мама? А что я готов сделать, чтобы поменять эти взаимоотношения? Я провожу консультации, решая любые самые-самые сложные вопросы, которые реально отпускают после взаимодействия со мной. Жду вас на своих консультациях и семинарах.